Здравствуйте! С вами новости на Первом Карагандинском, в студии Анель Шелкарбек. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Жительница села Дубовка написала письмо премьер-министру Казахстана с просьбой о присоединении ее населенного пункта к Абайскому району. Нарушения правил погрузоразгрузочных работ привели к трагедии. Из-за снежного заноса женщина, проживающая в поселке Актаз, чуть не родила шестимесячного ребенка. Жительница села Дубовка написала письмо премьер-министру Казахстана Серику Ахметову с просьбой о присоединении ее населенного пункта к Абайскому району. Поселок Батакара, где все государственные правоохранительные организации находятся от Дубовки на большом расстоянии. Людям приходится добираться туда несколькими маршрутами автобусов. Подробности этой истории выяснял Марк Брешко. Причин, по которым жители Дубовки хотят присоединиться к Абайскому району, несколько. И каждая весомее предыдущей. Людмила Ногина, автор открытого письма премьер-министру Республики Казахстан, Серику Ахметову не скрывает своего недовольства. По ее словам, сельчане устали от бездействия местных властей. А ведь проблемы начались еще в далеком 1997 году. Мне просто обидно, что у нас вот эти вот получаются как акции флешмоб. Поговорили о нас, сказали, выпустили пар и забыли. А мы остаемся, как всегда, со своими проблемами один на один. Самая большая проблема заключается в том, что центр Бухаржираусского района, поселок Батакара, находится в 85 километрах от села. Именно там решаются все вопросы, касающиеся оформления документов на имущество, зачисления детей в детские сады. Там же принимаются и заявления в полицию, подаются иски в суд. Добираться туда очень проблематично, как в моральном, так и в материальном плане. И мало того, добираться это далеко, плюс климатические условия зимой, часто дороги перекрыты. Вот, зачастую приезжаешь туда за один день, там эти проблемы не решишь. Сон, он принимает документы, но чтобы оформить до конца, надо приезжать туда ни раз, ни два, ни три. По словам Людмилы Ногиной, в селе нет регистрации ни одного объекта кондоминиума, но КСК есть и занимается он чем угодно, но не жилищным фондом. На уличное освещение деньги осваиваются, но фонари не горят. Они не переданы никому в доверительное управление. Весь Дубовский сельский округ теперь сплошная свалка. В селе, где проживает более 4,5 тысяч человек, до сих пор нет детского сада. Ехать в Батакару, это просто немыслимо. Еще один житель села, Денис Горохов, уже два года не может провести в свой дом интернет. Буквально через 15-20 дней звоню в Бухавжуравовский, Казахтелеком, звоню в Караганду, и мне отвечают одно и то же, что у нас нету портов на Дубовку. У нас же Казахтелеком не такой бедный, я думаю, что порта лишние поставят на Дубовку, чтобы поставили людям интернет. Николай Медведев, Аким Дубовского сельского округа, рассказал, что давно знает о проблеме, однако помочь ничем не может. 14 января в селе прошел сход, на котором выяснилось, что вопрос находится на рассмотрении в правительстве Казахстана. Также жителям были затронуты вопросы о нехватке техники и плохом состоянии автомобильных дорог. Но, по словам Николая Медведева, денег на их ремонт в местном бюджете пока не хватает. Все недалеко ушли от того времени, когда у нас все было развалено, сейчас мы все восстанавливаем. Естественно, все было при Советском Союзе, это было все наше, как говорится. Сейчас все это приводится, привели в порядок. То есть, если частные здания, значит, но частные. Если это в коммунальной, собственно, в коммунальную. Сейчас особенно трудно приходится жителям, которые имеют проблемы со здоровьем. Они не в состоянии преодолеть столь длительную по продолжительности дорогу. Единственное, что пока ясно в этой истории, это то, что люди не отступят и будут отстаивать свою правду до победного конца. Марк Бюшко, Габидан Кружбеков, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Нарушение правил погрузоразгрузочных работ привели к трагедии. Рабочий частного предприятия «Дитранс» получил смертельную травму. Еще двое водителей, не оценив правильное дорожное покрытие, оказались в больнице в состоянии комы. Вчера в половине пятого вечера сотрудники департамента по ЧС получили сообщение о несчастном случае на территории частного предприятия «Дитранс». Рабочие предприятия разгружали машину, нагруженную металлическими брусками. Один из рабочих поскользнулся и упал. Ему придавило голову тяжелым металлическим брусом. Сотрудники фирмы вытащили 45-летнего мужчину из-под него. К сожалению, он скончался еще до приезда скорой помощи. Вчера же в районе 35-й шахты при спуске с моста «Мерседес» столкнулся с «Ладой Приора». ДТП произошло около 10 часов вечера. Пострадали двое парней 1989 года рождения. Обоих доставили в городскую больницу номер один. Водителя одной из машин привезли с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибой головного мозга, открытым переловом бедра и ушибом грудной клетки. После поступления парень впал в кому. Второй пострадавший уже был в коме сразу после ДТП. Полицейские устанавливают подробности случившегося. Из-за снежного заноса женщина, проживающая в поселке Актаз, чуть не родила шестимесячного ребенка. Молодая женщина нуждалась в срочной госпитализации. Однако из-за непогоды дороги в поселок были заметены. После чего спасатели решили отправить туда вертолет. Также в снежном плену оказались 50 гастарбайтеров. Об этом подробно далее. Сообщение в ДЧС поступило от женщины, которое заявило, что ее невестка, находящаяся на шестом месяце беременности, плохо себя чувствует и нуждается в медицинской помощи. Из ближайших населенных пунктов в поселок Актаз были направлены двое медиков. На аэросанях один погрузчик, автомобиль Урал и две машины скорой помощи. Но до места назначения спасательная группа так и не добралась. К тому же такой способ эвакуации не совсем гарантировал безопасность женщины. Пока погода продолжала ухудшаться, на 866-м километре автодороги Алматы-Екатеринбург из-за неисправности электрооборудования остановился автобус, который расследовал по ланшруту Ташкент-Нижний Новгород. В салоне находилось 50 гастарбайтеров из Улбекистана, которые также были спасены. Всем людям, оказавшимся в этой ситуации, была оказана помощь. Они были доставлены в поселок Аксушетского района. Некоторое время они находились в спортивном зале и в школе данного поселка. Возможно, уже скоро в микрорайоне «Голубые пруды» появится гидроаккумулирующая электростанция. Новый проект, который создал караганинский архитектор Семен Болотник, сможет вырабатывать дефицитную энергию для нашего города. С уникальностью задумки познакомился Николай Кровец. Это обозначение высотных отметок. И идет плавное понижение. Архитектор Семен Болотник показывает на карте, где можно расположить гидроаккумулирующую электростанцию. Сама идея проекта заключается в том, что электроэнергия, которая вырабатывается тепловыми электростанциями, потребляется неравномерно. Оказывается, самая большая нагрузка на сеть в нашем городе приходится на 11 часов вечера. Ее мало используют в ночное время. Ночная электроэнергия практически уходит в пустую, потому что ТЭЦ не может остановить турбины ночью, а вечером запустить их с большой мощностью, потому что турбину надо несколько дней только разгонять. Поэтому в ночное время электростанции вынуждены поддерживать обороты, просто сжигая лишнее топливо. 100% в вечернее время, примерно в 8 часов. 8-9 – это самый пик. Новый проект «Гидроаккумулирующая электростанция» позволит вырабатывать дефицитную энергию. Для этого можно использовать воду, которая находится на голубых прудах, и которая будет циркулировать по кругу, а не исчезать в неизвестном направлении. У нас есть 4 водоема, между которыми есть естественный перепад высот, есть плотин. То есть нужно всего лишь произвести какие-то укрепительные работы и, соответственно, вмонтировать в эти плотины турбины мощностью примерно 10-15 мегаватт. По словам архитектора, гидроаккумулирующую электростанцию можно построить всего за один год. Она рассчитана примерно на 10-15 лет, до первого капитального ремонта. А потом, когда вокруг будут построены новые микрорайоны, ее можно демонтировать или просто перенести в другое место. Николай Кровец, Толиген Рашитов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Аким района имени Казабикбир, Устем Кабжанов, встретился с передовиками производства, а также сотрудниками социальной сферы и учреждений искусства. В ходе встречи были отмечены значимые события в жизни карагандинцев за годы становления города. К 80-летию Караганды прошла встреча с передовиками производства, представителями социальной сферы и искусства в Акимате города в рамках месячника «Трудовая Караганда». Аким района имени Казабикби поблагодарил всех за то, что они пришли. Рустем Кабжанов отметил, на сегодняшний день Караганда является символом трудолюбия и является крупным индустриально-промышленным, экономическим и культурным центром Казахстана. И большая часть многих достижений – их сослуга. Вот это первая встреча в этом году. Сегодня мы попросили, пригласили сюда прийти людей, кто создает своим трудом, созидает определенные виды продукции, услуги оказывает нашему населению. Вот это те люди, которые уже в течение нескольких десятков лет работают в городе. Он выдал 177 тысяч тонн огляда. Представители разных сфер рассказали об изменениях и развитии Караганды за 80 лет. В конце мероприятия, в честь праздника, Рустем Кабжанов вручил всем участникам встречи планшеты и специально подготовленные памятные подарки – блокноты и календари с логотипом 80-летия города. Такие люди должны всегда цениться, такие люди должны показывать пример всем нам, горожанам, подрастающим поколению. На их примере должна строиться история нашего города. Марк Бушко, Карат Рашитов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Теории и практика должны подкреплять друг друга, чтобы получить специалистов, медиков высокого класса. Сегодня состоялось торжественное открытие Центра дуального обучения на базе Карагандинского медицинского колледжа. На открытии Центра дуального образования в Карагандинском медицинском колледже присутствовали представители Карагандинского областного филиала партии Нур-Отан. Именно в эти дни проходят активные обсуждения послания президента народу Казахстана. Новый Центр дуального образования подтверждает постулат о том, что развитая страна – это активные, образованные, здоровые граждане. Очень большую роль послания глава государства уделяет именно внедрению инновационных технологий. И в данном случае в образование, внедрение дуального образования, когда идет отработка практических навыков студентами, и затем они уже могут быть высококвалифицированными специалистами, это одна из тех задач, которые ставит президент страны. Новый Центр оборудован имитационным оборудованием, позволяющим в отсутствии пациента отрабатывать приемы врачебной практики. Ведь сегодня врач без сертификата просто не имеет права обследовать больного. Наш колледж предоставляет нам отличную базу для практики, нескольких стимуляционных кабинетов, где мы можем отработать свои практические навыки под четким руководством наших преподавателей. Эти условия приближены к реальным условиям, когда мы приходим в больницы, также со своими преподавателями. Нам не составляет труда показать, посмотреть и применить свои навыки. Новый Центр дуального обучения – серьезное подспорье в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров, которых просто не хватает не только на селе, но и в самой шахтерской столице. Мы приобрели замечательное имитационное оборудование, получили сейчас европейское, китайское оборудование, немного и казахстанское есть оборудование здесь. Преподаватели, в общем-то, владеют, как работать с ними. Я думаю, что этот центр даст очень большой толчок для того, чтобы улучшить практические навыки наших выпускников. Послание президента находит реальное воплощение в делах карагандинцев. Сергей Высокозов, Кайрат Рашидов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Единая цель, единые интересы, единое будущее. По таким названиям в Карагандинском экономическом университете имени Каспотребсоюза прошел молодежный форум, посвященный посланию лидера нации. Его проведение приняли активное участие студенты всех вузов Караганды. Я верю, что молодежь Караганды, и не только Караганды, села Казахстана, будет, конечно, прислушиваться к дальнейшим посланиям и оправдывать надежды, большие надежды и доверие нашего президента. Лидер нации Нурсултан Назарбаев в своем выступлении отвел главную роль молодежи, призвав ее к участию в выполнении поставленных целей. По словам президента, эта стратегия именно для молодых, так как им участвовать в ее реализации, им же пожинать плоды ее успеха. Я горжусь своей причастностью к реализации грандиозных решений нашего президента. Особое впечатление выступления главы государства оказала на Асанхана Жаннура из Карагандинского государственного технического университета. Молодой человек верит в то, что общими усилиями нынешнее поколение выведет Казахстан на еще более высокий уровень в рейтинге мирового сообщества. Президент опирается на молодежь, главное на молодежь, потому что молодежь – это будущее нашей страны, за нами будущее развитие нашего государства. Я представляю транспортно-дорожный факультет. Как упомянул президент в своем послании, развитие и улучшение транспортной инфраструктуры тоже зависит от нас, ведь сила страны заключена в молодежи. Основной целью мероприятия стала поддержка послания президента, а также популяризация в обществе его основных стратегических направлений. Организаторы постарались пробудить в молодежи чувство сопричастности к происходящим в стране историческим процессам. В рамках форума молодежь области поделилась своими впечатлениями о послании и выступила перед сверстниками с творческими номерами. От нас же нам остается только быть активными, стремиться к знаниям и работать на свое будущее и на будущее нашего Казахстана. Данный форум является логическим продолжением широкомасштабной акции, проведенной 22 января, прошедшей одновременно во всех городах и районах области. В единовременном массовом обсуждении послания приняло участие свыше 113 тысяч молодых людей. Все это еще раз доказывает то, что они поддерживают своего лидера. Мы завтра отправляем обращение на имя президента Нурстана Абишнадырбаева, что Карагандинская область, именно молодежь Караганды, полностью поддерживает послание нашего государства. Во-первых, это отрадно, что поднимается стипендия. Марк Бешкул, Жасгабасов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. На днях ведущий актер русского драматического театра имени Станиславского Владимир Архипов уехал в Россию, где ему предложили новую работу на сцене. В областном отделе культуры пытались с ним договориться, чтобы он остался, однако не успели. Почему талантливые работники сцены не задерживаются в Караганде, узнавал наш корреспондент. Вон, благослови твоей доброй сердечкой сестренке. Отверни! Это спектакль «Зойкина квартира». В нем свое актерское мастерство на сцене демонстрирует Владимир Архипов. В театре он проработал 15 лет и всегда играл главные роли. Однако недавно он решил переехать в Россию. Театр без Владимира останется без многих популярных постановок. Черт возьми! Черт возьми! Владимир Архипов уехал в один из российских театров, который готов предоставить ему место с хорошей зарплатой и двухкомнатной квартирой. По словам исполняющего обязанности руководителя областного отдела культуры, они знают, что актер покинул карагандинскую сцену. Значит, конечно, он хотел играть, хочет играть и здесь, в нашем театре, хочет играть и в том театре, куда его пригласили. Все ему дорого, это правильно. И я приветствую это. Поэтому мы договорились по его же просьбе, и он же согласен, и мы рады. Он никуда не ушел. Он работает у нас в театре. Со слов начальника отдела культуры, свои главные роли в спектаклях, Владимир Архипов и дальше будет играть. Но для этого нужно согласовать график его приезда в Караганду с руководством театра имени Станиславского. Это нормальные вещи на сегодня. Весь мир так работает, допустим, и Европа, и посмотрите, и Россию. Актеры играют в нескольких театрах. Сегодня, допустим, играет в Амхате определенный спектакль, там, допустим, гараж, а завтра он уже в театре, день будет в Германии, играет в другой спектакль. Это нормальные вещи. Это говорит о том, что актер талантливый, актер востребован. Только вернется ли Владимир Архипов на карагандинскую сцену, еще непонятно. До сих пор любители спектаклей с его участием не верят, что он навсегда покинул родной город. Николай Кровец, Алжас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый карагандинский. Финалист телепроекта «Хазахстан-даусы» вернулся в Караганду. Идея конкурса – выявить скрытые таланты незнакомых большой публике одаренных людей. Одним из таких и оказался карагандинец Тимур Умаров. Этот конкурс отличался тем, что упор делался только на голос исполнителя, а не на внешность. Так сказать, слепое прослушивание. Наставники Мадина Садвакасова, Алмаз Кишкембаев, Нурлан Албан и Медиа Орумбаев сидят спиной к участникам и отдают свой голос исключительно по вокальным данным. Таким образом набирая свои команды. По свидетелям отбора в финал прошли четыре претендента. Главный приз – пять миллионов тенге. Победители выбирали телезрители с помощью смс-голосования. Ала Зерге, олардың ән орындау шеберлігіне тағы бір мәрте барлығымыз көр жүгірт көрек. Пұппппппппппппппп... ай да а я я ай м а а да финале я пел соль на жан саром это еще вначале пил я все по прослушиванию те песни со звездами ама с маржан арапаева это алма сам выбрал а со вторым песнями песни что я пел а с наставником песня мама в день гранд-финала тимуру исполнилось 20 лет он не скрывает что перед объявлением победителя конкурса был сильно взволнован и надеялся на первое место я прошел первый тур и второй тур с наставником со звездами которые исполняют песни и в третьем когда мы пели соль на песню ну я думал что возьму этот пять миллионов и выиграю хазахстан да усы напомним вокальный конкурс казахстан да усы стартовал летом тринадцатого года за ходом которого следили тысячи казахстанцев в проекте могли участвовать исполнители от 18 до 45 лет возможность участвовать в проекте предоставлялась только настоящим талантом а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Галакси Групп вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. На этом у нас все. До скорых встреч. А мы салбом. Алюминиевые профили Алюгал. Алюминиевые профили Алюгал. Алюминиевые профили 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 Алюминиев